вы смотрите урок поджумал 4 меня зовут федор васильев тема урока система блок установка итак мы с вами ранее рассмотрели вкладку расширения все варианты установки абсолютно все следующее здесь в этом блоке у нас есть поиск что за поиск и стоит напротив галочка в речь о том что нету никаких элементов то есть не нужно производить никаких действий давайте перейдем в этот поиск поиск расширений компонент предназначен для поиска и установки расширений который по тем или иным причинам не был установлен стандартным методом о чем здесь говорится здесь говорится о том что если вы устанавливаете какое-то крупное большое расширение которое весит в мегабайтах достаточно много и хостинг например не позволяет вам загрузить стандартным методом компонент вы можете загрузить компонент через ftp и потом найти неустановленное расширение здесь и установить его именно непосредственно отсюда вот для этого нужно здесь компонент поиск и поиск то есть это же может быть много расширений то есть этим поиском можно найти необходимое неустановленное расширение Также здесь имеется кнопка настройки и найти расширение, то есть обновить по сути страницу, ничего не найдено. Кнопка настройки, это срок киширования обновлений, в часах стоит 6, то есть мы здесь ничего не меняем, просто вам показываю, что здесь есть права доступа, в которые вы скорее всего не будете заходить именно здесь. И тут, минимальный уровень стабильности, можно выбрать уровень версии, стабильный, релиз кандидат, бета, альфа и так далее. Это все касается именно поиска расширений. Следующая вкладка языки. Мы с вами видим здесь на данный момент достаточно много языков. Русский язык, панели управления и самого сайта у нас установлен, вы же видите, у нас все на русском. Это мы с вами сделали во время установки Joomla. Зачем же тогда здесь еще абсолютно иные языки, спросите вы. И напротив каждого языка кнопка установить. Это нужно, когда мы хотим реализовать мультиязычный сайт, то есть переключение языков на нашем сайте. Тогда мы ищем необходимый нам язык, устанавливаем. Но чтобы вы понимали, настройка мультиязычности не обойдется нажатием лишь одной кнопки установить. Возможно, в будущем будут уроки, как сделать мультиязычный сайт на Joomla 4. Расскажу лишь принцип правильного создания мультиязычного сайта. Помимо установки языка, нам нужно, по сути, будет создать дубликаты и связки этих дубликатов между собой страниц. То есть, например, у вас 10 страниц на русском языке, значит, надо создать 10 страниц на английском языке. Далее, если 10 категорий, значит 10 категорий. Если 10 статей, то 10 статей и так далее. Это только два языка. А если вам надо 3 или 4 или более языка, вот представьте, надо делать дубликаты абсолютно каждой страницы на каждый язык. И там тоже настройка плагинов, модулей. То есть, в принципе, там ничего сложного нет, нужно просто знать, что делать. Но раз у нас это находится здесь, я должен был вам это объяснить, зачем здесь эти языки. Рассмотрим блок шаблоны. Первая ссылка – шаблоны сайта. Шаблон сайта именно здесь. Мы можем видеть. Это наш шаблон по умолчанию Joomla. Кассио Пио он называется. Здесь мы видим его миниатюру. И сюда заходить, скорее всего, вы не будете. Здесь можно производить манипуляции. То есть, это структура файлов шаблона. То есть, если мы перейдем, мы здесь увидим код шаблона. Незнающему человеку сюда лучше не заходить. То есть, здесь нужно, если только мы вносим сознательно какие-то правки на сайт. Или это для людей, которые понимают HTML, CSS, языки программирования. А вот именно стиле сайта. Здесь как раз-таки мы увидим Кассио Пио. Увидим, что шаблон назначен по умолчанию. То есть, включен. Получается, вот его внешняя фронтальная часть, когда сайт у нас не наполнен. Но мы с вами ранее видели в демо данных, как выглядит данный шаблон. Лично мне очень симпатизирует данный шаблон, который распространяется с самой Joomla. Пройдя в сам шаблон, мы можем наблюдать настройки самого шаблона. В следующем видео я как раз детально разберу Кассио Пио. Если вы установите дополнительный шаблон для внешнего вида сайта, он, естественно, будет находиться здесь же в списке. И переключая шаблоны, отключая, например, по умолчанию наш Кассио Пио и включая тот, который мы установили. Мы с вами уже проходили ранее, как установить шаблон. Я показывал, как назначить его по умолчанию. Следующие шаблоны панели управления. Аналогичная история, что сюда заходить только знающим язык человеку. Здесь мы видим только миниатюру. Вы должны понимать, что админская часть сайта, то, что мы видим и как тут все расположено, это же тоже дизайн. Это тоже шаблон. Вот как раз Atom. Название шаблона именно админской части. Туда мы не заходим. А вот в стиле панели управления, видите, название шаблона Atom, он назначен по умолчанию. И это внутренний шаблон, шаблон админской части. Вот здесь как раз-таки мы можем что-то изменить. Давайте в этом видео, то есть дизайн, элементарно как-то поменять цвета для себя. Возможно, вам не нравятся эти цвета по умолчанию джума. Мы можем здесь изменить. Очень крутая штука. Первый оттенок темного цвета. Вот здесь вот двигаю квадратик и сохранится. Смотрите, как у нас все меняется. Смотрите, мы можем сделать, как бы, видите, весь цвет. И получается такой некий женский сайт, да, покрасить вот в такой вот интересный цвет. То есть просто двигая ползунком, давайте сделаем желтеньким. Вот видите, как все меняется в дизайне. То есть мы меняем в одном месте, и у нас дизайнерские меняются. Это очень круто сделано, мне прям нравится. Мы можем просто, по сути, в один клик нажатия, да, поменять. Очень симпатично все. Хотите вернуть это по умолчанию, у нас здесь есть цифровой код. 214 было по умолчанию. Сохранимся, и тогда мы увидим с вами дизайн, как был по умолчанию. Здесь я менять уже не буду, но вы здесь можете отдельно еще поменять цвет светлого фона. Просто выбирая мышкой, сохраняя, да, или прописать код цвета здесь, если вы знаете конкретный код оттенка. Цвет темного текста, цвет светлого. То есть это более точная, так сказать, настройка детально. Отдельных элементов админской части. И есть еще монохронные цвета. Возможно, это для проблемного зрения, да, если какие-то проблемы со зрением. Ну, это, скорее всего, как-то с этим по-любому связано. Это не просто так. Или чтобы глаза, может быть, не уставали. В общем, здесь есть все необходимое в админской части. И смотрите, здесь еще есть вкладка параметра логотипа. Вы можете брендировать даже админскую часть сайта. Вы помните, мы поменяли полностью цвет. И также вот здесь вот видите, иконка Joomla может быть заменена на ваш логотип вашего сайта, вашего бренда. Здесь просто загружаем с компьютера ваш логотип, выбираем и выбрать. И здесь видите изображение логотипа. Можно добавить описание, но, правда, описание у меня не показалось. Можно поставить галочку без описания. Вот это описание, да. Дальше логотип большой. То есть при разных условиях, да, можно отображать разные логотипы. Если вы логотип меняете, я рекомендую разного размера. Реально здесь вот три штуки, их надо загрузить. Логотип маленький, маленький. И что происходит? Вот тут логотип есть. Мы же можем меню свернуть, и логотип тоже уменьшается здесь. У Joomla он тоже здесь уменьшался. И у меня вот он чуть больше, вот чуть меньше. И цвета мы можем все поменять, да. Таким образом, мы просто несколько кликов мыши просто брендируем полностью админскую часть. Вот представьте, если клиент запросит, такое бывает, скажет под себя тоже брендировать, тогда вы очень легко здесь это сделаете. Далее, шаблоны писем. Немножко коснемся, сейчас просто расскажу, что это за письма, а уже на практике мы с вами протестируем эти письма, когда у нас будут уроки про пользователей, как создать пользователя и все, что с этим связано. Здесь есть заготовленные письма, дефолтные, когда Joomla отправляет при разных условиях письма. Например, вот внизу есть письмо, но вы уже знаете, если вы работали с третьей Joomla, знаете, какие письма могут быть. Вот к вам, например, пользователь зарегистрировался на сайте, и Joomla отсылает письма, в зависимости от того, как вы настроили регистрацию на сайте. Новый пользователь самостоятельная активация. То есть это письмо, которое придет человеку при условии, что ему нужно зарегистрироваться, активировал, что он не бот, что он человек. И вот такого рода письма вот прямо здесь вы можете менять. Просто на клавиатуре можете здесь что угодно написать. Я лишь расскажу, что здесь трогать нельзя. Вот такие моменты в фигурных скобках. Вы их либо удаляете, если они вам не нужны здесь, но нужно понимать, что они значат, либо их не трогаете. Потому что можно по смыслу понять и смотрите. Здравствуйте. А дальше подставляется по-английски name. Но в реальном письме Joomla, это динамический тег, она будет здесь подставлять сама имя пользователя. То имя, которое он ввел при регистрации на вашем сайте. Например, он ввел имя Вася. И когда ему придет автоматически это письмо с сайта, здесь будет написано Здравствуйте, Вася. Будет подставляться его имя. То же самое в заголовке письма. Просто запомните, то, что в фигурных скобках мы не трогаем. Либо понимая смысл, если нам здесь это не нужно, мы удаляем, например, эту переменную. Здесь просто мы меняем текст, если вдруг нам нужно что-то дополнить. Может быть, телефон написать компании, email, либо еще какой-то текст в конкретное письмо. И вы можете посмотреть, какие там письма есть и поменять те письма, которые вам будут реально необходимы. Здесь есть кнопки тема по умолчанию, текст по умолчанию. Например, мы здесь что-то написали, и нас тут не устроило что-то. Мы что-то испортили или вообще удалили. Нажали на кнопку текст по умолчанию, и он полностью вернулся, как он был изначально. Тема по умолчанию, это здесь. Например, мы что-то сделали, нажали тема, то есть заголовок, вернули на место. И доступные теги. Это вот как раз и есть те теги, которые вдруг мы удалили, чтобы мы забыли, как он правильно пишется. Вот я удалил. И курсор, чтобы мигал здесь, нажимаю name. Ну, внизу подставилось. Просто вот так переместим. Вот распространенные теги, они тут есть, доступные. То есть не бойтесь что-то удалить. Отсюда мы можем все вернуть по умолчанию. Также мы можем поставить здравствуйте, не name, а вот username, это логин, чтобы приветствовал по логину. Здравствуйте и название логина. Поработали с письмом, сохранили, закрыли. Если вы не можете найти необходимое письмо, не забудьте, внизу есть постраничная навигация. Здесь у нас есть еще письма. Доступно обновление Joomla. То есть даже когда приходит письмо о том, что Joomla обновлилась, если вы такое письмо не отключили в плагине, то данный текст тоже можете под себя изменить, если требуется. Причем при открытии письма, вы видите, у нас открывается на русском языке. Вот здесь есть флаги. Если мы нажмем на английский, то мы можем отредактировать и письмо, которое на английском языке. У нас сайт, если по умолчанию на русском выбран, то, скорее всего, к нам будут приходить письма на русском языке. Также здесь имеется кнопка настройки. Формат письма. По умолчанию текст без HTML. Оба варианта HTML. Чтобы это просмотреть, как это выглядит, это нужно реально отправить письмо. Сейчас сайт у меня находится на локальном хостинге. Мне сейчас не предоставляется возможность проверить, протестировать. Мы просмотрим это обязательно все на практике, когда у нас будут уроки про пользователей. Следующий переключатель «Параметры почты по шаблону». В соответствии с настройками шаблона электронной почты. Укажите, разрешить ли каждому шаблону выбирать настройки. Да, нет. Отправка копии. Выберите, нужно ли завершить копирование кому. Чтобы была отправка копии письма, например, отправить копию администратору. Дальше есть возможность прикрепить к письму вложения. Укажите относительный путь вашей установки для папки со статическими вложениями, которые вы хотите прикрепить к сообщениям электронной почты. То есть надо на хостинг залить некий файл, который будет прикрепляться как вложение к письму. Если что-то такое требуется, то здесь это можно организовать. На этом урок закончен. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok